Здравствуйте! В эфире первого медицинского канала программа фармацевтическое обозрение. В студии Ольга Смирнова и сегодня я вас познакомлю с новостями российского здравоохранения и фармацевтического рынка. Российское подразделение крупнейшего фармацевтического дистрибьютора Alliance Healthcare Russia продано отечественному лидеру в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья аптечная сеть 36,6. 11 апреля крупнейшая в мире американская аптечная компания Walgreens Alliance Boots объявила о продаже своей оптовой фармацевтической компании Alliance Healthcare Russia российскому лидеру в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья аптечная сеть 36,6. После закрытия сделки Walgreens Alliance Boots получила 15% акций в группе аптечная сеть 36,6. Эту информацию также подтвердили в публичном акционерном обществе аптечная сеть 36,6, уточнив, что интеграция приобретенного бизнеса будет происходить на базе ООО Good Distribution Partners, дистрибьюторского подразделения группы 36,6. О том, как изменится ситуация в оптовом и розничном сегментах фармацевтического рынка, расскажет наш эксперт Игорь Климанов. Добрый день. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что данное событие стало крупнейшей сделкой, которая прошла на фармрынке в этом году. Об этом событии ходили слухи довольно-таки давно, но тем не менее общественный резонанс был довольно-таки высок. Об этом говорили производители и аптечная розница, и дистрибьюторы. Ведь все-таки действительно отечественная компания купила 100% акций российской дочки крупнейшего мирового гиганта. Какие же могут быть последствия на рынке в следствии этой сделки? Ну, во-первых, в краткосрочной перспективе конкуренты попытаются в момент интеграции захватить долю Альянс Хеллскея. Но в долгосрочной перспективе на рынке мы можем получить крупнейшего игрока, в состав которого входит самая большая аптечная сеть на сегодняшний день и шестой по величине дистрибьютор. И это, конечно же, придаст очень сильную конкурентную позицию новой компании. Ну и в долгосрочной перспективе на рынке, скорее всего, сформируются предпосылки для того, чтобы иностранные игроки вышли, в том числе и в розничный сегмент нашего отечественного рынка. Порядок определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов разработан Минздравом. Как сообщает портал GMP News, Минздрав России подготовил проект федерального закона, обусловленный необходимостью установления порядка определения взаимозаменяемости зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения. Проект федерального закона будет распространяться на субъекты обращения лекарственных средств, осуществляющих деятельность по обращению лекарственных средств. Целью проекта федерального закона является распространение положений ст. 27.1 Федерального закона 61 ФСЗ об обращении лекарственных средств, в которой установлены параметры определения взаимозаменяемости лекарственного препарата для медицинского применения в процессе его государственной регистрации на основании сравнения с референтным лекарственным препаратом на правоотношение по определению взаимозаменяемости зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения. Документ устанавливает, что определение взаимозаменяемости зарегистрированных лекарств проводится комиссией экспертов Федерального государственного бюджетного учреждения в соответствии с заданием Минздрава России, в том числе выданным на основании заявления держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата до 31 декабря 2017 года. Также проектом Федерального закона вносится поправка в определение понятия референтного лекарственного препарата. Планируемый срок вступления документа в силу – июнь 2016 года. Общественное обсуждение документа продлится до 12 мая 2016 года. С инициативой упростить систему регистрации назначений, выписки рецептов и требований накладных на товары аптечного ассортимента выступил руководитель отдела фармацевтических информационных систем Медицинского информационно-аналитического центра АРАМ Николай Преферанский. Как поясняет фармацевтический вестник, речь в частности идет о полном переходе при оформлении данных документов с латинского на русский язык. Своё предложение Николай Преферанский высказал на 12-м международном форуме МедСОВ-2016. Мнением об этой инициативе поделится наш эксперт Игорь Климанов. Несмотря на фундаментальное медицинское образование, которое привело любовь к латинскому языку и к правилам выписывания рецептов, данная инициатива кажется мне довольно-таки разумной. Разумеется, за использованием латинского языка в рецептах стоит очень большая история, но каких-то других факторов, обоснованных для выписывания рецептов на латыни, наверное, нет. Наоборот, использование русского языка в написании лекарственных препаратов в рецептах, оно будет на пользу и врачу, которому уменьшится объем бумажной работы и будет проще, и улучшит коммуникации между врачом и провизором в аптеке. Более того, на сегодня глобальное количество рецептов выписывается с ошибками. Использование русского языка эти пробелы ликвидирует. И если мы посмотрим на опыт других государств, то можно увидеть, что в Америке рецепты выписываются на английском языке, во Франции на французском языке, в Англии на английском языке, и нет никакого желания выписывать их на латыни. Я думаю, что у этой инициативы есть свое будущее, и, возможно, она будет поддержана, в том числе и в Минздраве. Научно-производственный комплекс по разработке и выпуску активных фармацевтических субстанций «Фарма Славль», строительство которого ведется в Ярославской области, планируется открыть в конце текущего года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор завода группы компании «Эрфарм» Иван Парамонов. Завершение строительства и запуск производства на фарма «Славль» запланированы на конец 2016 года. Этот проект замкнет полный производственный цикл и позволит нам успешно реагировать на вызовы рынка и быстро меняющиеся конъюнктуры, сказал он. По словам гендиректора, речь идет о возможности ежегодно производить несколько десятков тонн высокотехнологичных активных фармацевтических субстанций и закрывать значительную часть государственных потребностей по 40-50 позициям, которые являются основой инновационных высокоэффективных лекарственных средств, необходимых для лечения социально значимых заболеваний, онкологических, гематологических, ревматических, сахарного диабета, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекций и других. Строительство завода «Фарма Славль» началось в 2012 году. Бюджет проекта около 3 млрд. рублей. На заводе планируется создание более 200 рабочих мест. Регулирование цен на лекарственные препараты низкого ценового сегмента – проблема может быть решена после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. 14 апреля на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался вопрос, который неоднократно поднимала Ассоциация российских фармацевтических производителей по изменению принципов регулирования цен на лекарства низкого ценового сегмента. Правительство постоянно уделяет внимание вопросам лекарственного обеспечения граждан, в том числе ценообразованию на эту продукцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин 14 апреля на прямой линии. Владимир Путин подтвердил, что из-за регулирования цен на дешевые лекарства некоторые производящие их предприятия работают на грани рентабельности. О том, как можно изменить ситуацию по этому вопросу, расскажет наш эксперт Игорь Климанов. Действительно, ситуация с лекарственными препаратами низшего ценового сегмента достигла своего апогея, когда в кратчайшие сроки нужно принимать решение о том, что же делать с ценами на эти препараты. Все произошло из-за того, что из-за курса валюты стоимость субстанции для производства этих препаратов резко выросла. Однако же предельно отпускные цены на эти препараты не менялись уже 5 лет. В результате отечественные производители попали в ситуацию, когда себестоимость производства существенно превышает ту цену, за которую они могут эти препараты продавать. И, конечно же, для многих стал вопрос рентабельности и, более того, выживания этих компаний на рынке. Но сейчас вследствие поручения президента ситуация должна решиться. У Минздрава на это есть 1,5-2 месяца. Я думаю, что к всеобщему согласию какое-то решение будет принято, и ситуация будет разрешена с этими препаратами. Они не исчезнут с рынка, не вымоются, и многие больные, которые используют их, останутся с этими препаратами. На этом все новости. В эфире Первого медицинского канала была программа «Фармацевтическое обозрение». И с вами в студии работала Ольга Смирнова и Игорь Климанов. Всего хорошего. Продолжение следует...